Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами я, Галина Топилина. До Нового года считанные дни. Еще остается время завершить последние приготовления – нарядить елку, вырезать снежинки и выучить пару-тройку стихотворений. И кто сказал, что все это относится только к детям. У этой увлекательной игры нет возрастных ограничений. Ну а мы внесем в предновогоднюю суету свою психологическую лепту. Тема сегодняшнего выпуска – арт-терапия. Оказывается, вырезать снежинки, рисовать, наряжаться, делать новогодние поделки и все многое другое, чем полна предновогодняя жизнь – все это не только приятно, но и полезно для психоэмоционального состояния. В гостях у нас сегодня психолог, преподаватель кафедры психологии и развития Самарского университета Елена Зоткина. Здравствуйте, Елена Александровна. Здравствуйте, Галина. Очень приятно. Ну вот скажите, зачем нам в повседневной жизни нужна вот эта вот креативность? Почему люди любят возвращаться в детство? Все же знают, что волшебства не существует. Есть только немного воображения, ловкость рук, но тем не менее в эту увлекательную игру и взрослые, и дети играют с удовольствием каждый год. Вы говорите, что волшебство не существует. Я бы здесь немножечко с вами поспорила, потому что ведь волшебство, оно живет в каждом из нас. И человек вообще существо очень-очень даже символическое. И для нас очень важны какие-то смыслы, ради которых мы что-то в жизни готовы делать, претерпевать. И вот сказка – это как раз то, что живет, да, живет в душе каждого, живет в каком-то внутреннем образе, да, и очень тесно связано с какой-то внутренней эмоциональной жизнью, с удовлетворенностью жизнью. И сказочный образ, миг, снежинка, о которой вы раньше говорили, да, это все то, что позволяет нам чувствовать себя живыми и проживать какие-то очень важные внутренние моменты, да, и общаться с окружающим миром. Я сегодня даже не одна пришла в связи с этим. Да, мы познакомимся с вашими спутницами сегодня, но немножечко попозже. Все-таки еще хотелось бы вот про это творчество и вдохновение, воображение. Мне попалась такая интересная статистика о том, что вот в 5 лет дети, 98% детей обладают яркими творческими способностями. В 10 лет их уже 30%, в 15 лет 12%, а из взрослых творческие мысли – это только 2% людей. Вот куда все это девается? С возрастом получается, какими-то внешними факторами это подавляется? Вот согласны ли вы с этой статистикой и куда все девается? Что можно про это сказать? Знаете, я соглашусь с началом этой статистики, потому что когда ребенок действительно начинает осваивать какие-то походы в школу, да, те самые социальные институты, как мы их называем, он попадает в пространство так называемой нормативной среды, где появляется очень много нельзя, нужно, необходимо. И с одной стороны он учится этому следовать, и там действительно особо не покреативишь. То есть там пространство, где ребенок вынужден, да, подчиняться и соответствовать каким-то требованиям и стандартам, с одной стороны. И сначала действительно эта креативность, она падает. А с другой стороны попробуйте соблюдать какие-то правила, да, поведения, не понимая, зачем они вам нужны. Потому что ребенок, так же, как и взрослый, он всегда смотрит куда-то вперед. И для того, чтобы он мог чего-то захотеть исследовать этому, он обязательно формирует какой-то свой собственный образ. И когда мы сейчас будем говорить, например, про будущий год, Новый год, да, чего-то ожидать от этого Нового года, мы обязательно должны понимать, что это не что иное, как тот же самый образ, который мы себе строим. А это и есть некий выход в эту креативность. И ребенок всегда об этом помнит. И когда спросишь, хорошо ведущего себя в школе ребенка после учебного дня, да, чего тебе сейчас хочется? Он иногда так тихо-тихо шепнет, чтобы родители не слышали. Побеситься. И вот эта вот возможность, да, выдать вот этому миру все, что хочется, да, и двигательную активность, и порисовать, и пофантазировать, и создать свою сказку. А сказки действительно бывают терапевтические. Это потребность человека. И именно креативность позволяет ребенку войти в этот мир взрослых, и там, где очень хочется что-то нарушить, не нарушать, но знать, что когда он выйдет за пределы этого надо, у него все будет. А как же во взрослой жизни? Как этот баланс найти между желанием покреативить, потворить и взрослой вот этой вот обрамлением взрослой жизни? Вот я думаю, вот это слово найти, оно на самом деле самое-самое главное, потому что мы действительно его ищем. И вот в те моменты, когда взрослый человек, особенно ответственный человек, да, начинает очень много, например, делать чего-то важного для других, да, действительно брать на себя ответственность, не разрешать себе иногда какие-то выходные дни, да, возможность выйти в какое-то, не побоюсь этого слова, все-таки творческое свободное пространство, он попадает в очень неприятное состояние. И одно из последствий таких состояний – это депрессивные состояния, когда проходит какое-то время, наступает Новый год, подходит к нему какой-нибудь помощник Деда Мороза, спрашивает, ты чего хочешь? А он теряется и не может сказать, чего он хочет, потому что связь с собой, она потеряна. И вот то, что мы говорим сегодня про образ, про сказку, про чудо, про веру, оно как раз про нашу внутреннюю жизнь, да, про то, чтобы я чувствовал себя живым. И вот здесь очень важно понимать, что за отказ от этой креативности, творческости, мы всегда расплачиваемся с такими последствиями, как депрессия. И мы не знаем, чего мы хотим, а по сути, когда пройдет еще время, такой человек говорит, а ничего не хочу. И, как правило, ему все не нравится. Он напряжен, он всегда знает, что не так, да, кто не прав, как надо на самом деле, ворчит. И вот это вот те самые моменты, когда мы понимаем, что от чего-то он в себе отказался, да, где-то он себя предал. И работая с разными возрастами, могу сказать, что на самом деле, да, и взрослые люди, какими бы они ни были серьезными, там, ответственными, они в пространстве арт-терапевтического кабинета оживают. Они потихонечку вносят это в обыденную жизнь и действительно находят какое-то равновесие. Потому что, вообще-то, быть живым – это наша забота. И это наша ответственность перед самими собой и, наверное, перед теми, кто рядом. Ну, арт-терапия, получается, она помогает найти вот эту вот связь с самим собой, да, понять, что мне нужно. Она возвращает нас, да, к этим истокам. Безусловно, доступ есть всегда у любого человека при любых состояниях. И важно, конечно, его желание. Ну и, наверное, где-то, тоже не побоюсь этого сказать, какое-то, наверное, мужество все-таки, чтобы с собой встретиться. Потому что то, что мы давным-давно запрятали в плане своих желаний, переживаний, да, ну, мы этого побаиваемся сами. И не всегда взрослый, серьезный, умный человек, например, когда ему предлагаешь, а нарисуй свое настроение, да, что с легкостью делают дети то, о чем вы говорили, да, не всегда он это сделает сразу, но иногда он спустя время пришлет фотографию и скажет, а я все-таки смог. И я, говорит, понял, что со мной происходило. И вот здесь вот ни я не могу знать, что необходимо пришедшему человеку, ни его сознание не знает, да. Всегда подсказка идет через вот эти замечательные рисунки, да, образы, которые иногда возникают в реальной жизненной сказке, иногда во сне. И он начинает лучше понимать себя. Может быть, иногда поделится, что это было на самом деле. А в целом про арт-терапию расскажите, пожалуйста, более подробно. Когда появилось это направление? Насколько оно популярно сейчас? Как много, как часто к нему обращаются? Вообще, само понятие арт-терапии связывается с именем британского художника Адриана Хилла. Это был 1938 год, когда он заболел туберкулезом и попал в лечебницу. И единственное, что он мог делать и умел, это рисовать. И он стал рисовать какие-то окрестные пейзажи, которые были в доступе, да, открывались его взору. И врачи стали замечать, что удивительным образом его соматическое состояние улучшается, и достаточно быстро он начинает излечиваться. И впоследствии, да, вот обратив внимание на этот момент, он уже в период Второй мировой войны стал работать с посттравматическими стрессовыми расстройствами у солдат. И эффект был тот же, когда раны затягивались быстрее, и они уже не проявляли, да, столько тревоги, сколько до этого. Они не попадали в то, что мы называем паническими атаками, то есть они отпускали и уходили. И вот таким образом, по сути, он ничего сложного не делал, он просто учил рисовать. И в процессе взаимодействия, да, с цветом, с формой происходило вот это вот самоисцеление, да, самоврачевание. Но за счет чего как это работает? Вообще цвет обладает очень сильным воздействием на нашу психику и на наш организм, если говорить про физическое наше тело. И это целое направление в исследовании, да, это целая наука, если мы будем туда разворачиваться. И любой из цветов, если мы даже смотрим на него, он уже влияет на наше эмоциональное и физическое состояние. Например, красный цвет, да, не очень его любят, правда, некоторые такие спокойные, такие, которые привыкли правильно себя вести люди. Это цвет активности, это цвет агрессии в хорошем ее понимании, потому что вот в моей профессии это действительно очень хорошее слово. Оно обозначает просто, ну, какие-то силы, энергию жизни, да, способность куда-то вложить эту энергию. И вот если говорить про действия красного, например, то это цвет, который нас стимулирует к активности. Если мы снимаем всевозможные показатели физической активности нашего тела, то это учащение частоты сердцебиения, да, изменение кожно-гальванической реакции, как если бы мы с вами, ну, начали сейчас заниматься спортом, допустим, да. Это зеленый цвет совершенно замечательный. Это цвет, который, с одной стороны, очень хорош, если он нам нравится, значит, мы принимаем, да, зону такого успокоения, он в чем-то немножко противоположен красному. Это способность, как говорят, к волевому усилию, когда не хочу, но надо, с одной стороны. Но главное, чтобы его не было очень много в жизни, потому что, как я уже сказала ранее, если мы живем только в надо, да, то мы начинаем впоследствии тоже и чаще болеть соматически, да, и настроение что-то портится, и мы потом попадаем в проявление красного, мы становимся раздражительными. Поэтому у каждого цвета есть своя символика, да, и то, что связано с воздействием на психику и тело. И еще есть культуральная символика, но она заложена уже непосредственно в каких-то традициях, которые складывались, она будет разной у разных народов, и она тоже влияет на это. И вот это как раз первая волна развития арт-терапии, о которой я сейчас говорила, она связывалась как раз с воздействием цвета и формы, да. Если мы говорим про формы, то, конечно, гармонизирует нас круг. И можно поэкспериментировать, если вы, например, расстроены, рассержены, нарисуйте контур круга и какое-то время, ну, порисуйте так, как вам захочется, да. Никаких надо-нет, есть только как хочу. И вы заметите, что если вы начинаете рисовать в одном состоянии, то в конечном счете заканчивается совершенно в другом. Он стабилизирует, потому что сама по себе форма связана с тем, что все наше внимание отводится в центр круга, да, и все наши противоречивые тенденции, которые мы испытываем до, они исчезают в процессе рисования. Мы гармонизируемся. И очень многие культуральные традиции, техники, обряды, да, они используют эту форму круга. И она действительно очень эффективно работает в этом плане. И это арт-терапия первой волны. А если елочку нарисовать, она вот такая примитивная, из треугольничков состоит, это что будет рассказывать, показывать, ну, все-таки Новый год? Здесь боюсь, что однозначную трактовку дать будет невозможно. Если она будет традиционной елочкой, и мы возьмем с вами просто форму треугольника, то там не получится такой гармонизации, например, как при работе в форме круга. Потому что, когда мы смотрим на треугольник, наше внимание разбивается на три части, да, это углы этого треугольника. И чаще всего, если мы выбираем такую форму, то она и нормирует наше поведение, да, и в то же время она, ну, позволяет нам одновременно выразить какие-то три совершенно разные зоны наших переживаний, тенденций, течений во внутренней жизни. Но мы же эту картинку целиком воспринимаем итоговую. Вот, а вот второй шаг – это уже ваша елочка символическая, Галина, да, которая действительно показывает нам что-то, связанное как раз вот с той самой радостью, если мы начинаем думать с вами, что скоро Новый год, что эта елочка появится, что появятся подарки под елочкой. И я думаю, здесь уже пойдет как раз та самая культуральная символика, да, когда мы говорим, да, Новый год – сюрпризы и радости. И тогда вы начинаете так же, как и я, да, улыбаться в этом месте, потому что, ну, так мы устроены. И вот здесь вот мы отдельно должны посмотреть, да, на то, что называют анализом формы, да, и вот этой символической елочкой, которую мы, наверное, все ждем. Кстати, и дети, и взрослые одинаковы. Мотивы разные, символика разная, но все ждут по-своему. Вот. Но это арт-терапия первой волны. А вот если идти дальше, то дальше развивался очень активно психоанализ, и вот между творцом, да, между тем, кто рисует, и его произведением, его работой, появился еще другой человек, который организует этот процесс как раз благодаря развитию психоанализа. И, например, на сегодняшний день мы уже можем арт-терапию определять как некую систему воздействий, при этом развивающих, коррекционных, психотерапевтических, в специально организованном пространстве, да, при взаимодействии с арт-терапевтом. То есть он начинает играть особую роль, этот человек. Он понимает, как это надо организовать. И, соответственно, с использованием визуального искусства, потому что начинала арт-терапия развиваться с рисунка, с того, что мы можем видеть глазом. И впоследствии стали использоваться различные виды искусства, и это пластическое искусство в том числе, и особые требования к той среде, к организации пространства, фасилитаторству, я бы даже сказала, когда мы будем провокативны в этой среде, да, чтобы человек мог переступить эту черту из вот этой повседневной нашей реальной жизни, где мы с вами обязательно находимся в каких-то жестких ролях, в пространство творческой активности. А там непонятно, кем я захочу побыть сегодня, да. И там действительно появляется возможность прожить себя другого, иного, и прожить как раз то, что мы не можем. Не осознать, не дать себе такой возможности в обычной повседневной жизни. Поэтому это уже дальнейшее развитие арт-терапии, и огромное количество направлений, техник, которые мы имеем сейчас, да, в связи, кстати, вот с развитием той же самой цифровой техники, это совершенно другие возможности. И появляется видеоарт, фотоарт, дигитальные истории, истории собственной жизни, мультфильмы, которые дети могут сочинять и буквально снимать тут же в студии, да, для себя. И это удивительное пространство. На сегодняшний день оно очень многогранно. И основные четыре направления в арт-терапии, которые существуют, они такие классические, они, конечно, дополнены многим сейчас, но это, собственно, арт, то есть это всевозможные изобразительные техники, когда мы рисуем или созерцаем работы, которые сделал другой участник группы, или обращаем свое внимание к работам художников, да, которые имеют высокохудожественную ценность в связи с теми переживаниями, да, ну, которые мы действительно имеем потребность прожить, испытать. И в реальной жизни чаще всего это невозможно. А вот второе направление – это музыкотерапия. Это когда мы действительно используем музыкальный ряд, звук для проживания тех или иных состояний, выражения себя. И очень большую роль эти техники играют в развитии, например, коммуникативных навыков. Когда детки, которые не разговаривают или не хотят общаться, есть дети, у которых, например, есть некоторые особенности, например, аутического спектра, они могут взаимодействовать либо через рисунок, либо через звуковые инструменты. При этом не нужно иметь возможности играть профессионально, то есть это средство взаимодействия. Вот так же и взрослые люди его осваивают. И тогда звук становится вот тем самым возможным, да, средством выражения себя и в то же время такого врачевания, когда мы встречаемся с работой или с музыкальным рядом другого человека. Это то, что связано с телесными практиками отдельное направление в арт-терапии. Там очень много происходит на стыке с медициной, если работаем, например, в медицинском учреждении. И вот у меня за плечами 10 лет работаю в онкодиспансерии. Могу сказать, что то, о чем говорил Адриан Хилл, оно действительно очень хорошо работает в те моменты, когда мы берем статистику по, например, восстановлению после операции. Потому что это в разы меньшее количество осложнений после. Это возможность саморегуляторный процесс освоить. Это техники, которые позволяют попадать в святая святых, в то, что иногда мы называем здоровьем. И четвертое направление, оно как раз такое объединяющее в себе все, это драмотерапия. Это когда и рисунок, да, изготовление маски, и подбор какой-то музыки, и телесная активность, да, она используется при создании собственного драматического, да, такого мини-произведения. Без участия речи, что очень важно, да, вот эта художественная экспрессия очень важна. Один из факторов эффективности арт-терапии как раз. И она интегрирует, да, драмотерапию, вот все предыдущие направления в себе. И есть очень много на стыке с искусством сейчас, да. Например, есть понятие перформанса или инсталляции, да. Они тоже находятся на стыке арт-терапии и большого искусства. И вот здесь вот мы говорим, что в последние годы статистически, даже если говорить про развитие, да, арт-терапевтического движения, количество людей, занимающихся арт-терапией, интересующихся, желающих обучаться арт-терапевтическим методам, резко возросло. И, наверное, вы догадываетесь, возросло как раз после чего? После того, как были ограничения в передвижении по ковиду, и мы все насиделись дома какое-то время. И после этого, да, арт-терапия что дала? Она дала возможность восстановить общение внутри семьи, которое осталось закрытой в это время, да. И она дала возможность научиться действительно экологично сбрасывать то напряжение, в котором мы с вами все пребывали. Ну и, в общем-то, на данный момент оно никуда не девается, мы в нем тоже пребываем, но мы к нему адаптируемся. И арт-терапия – это одно из средств, которое очень хорошо помогает это делать. Расскажите, пожалуйста, вот про вот эти вот куколки, которые сегодня у нас в студии, что они… Это тоже ведь направление, да, куклотерапия в арт-терапии? Расскажите, что это все означает. Это куклотерапия, и я сегодня, вот, как я уже сказала, пришла сегодня к вам не одна. Здесь три моих ассистентки, они очень разные. И в свое время, да, вот я сейчас вспоминаю имя Андрея Владимировича Гнездилова, именно Андрей Владимирович окончательно просто заразил меня любовью к куклам и куклотерапии. И с тех пор, вот уже очень много лет, я ее использую в своей работе. Вот, они помогают нам встретиться с какой-то частью своей души, чего-то непрожитого, может быть, несовершенного в жизни. И иногда в реальной жизни успеть это прожить, иногда в символическом арт-терапевтическом пространстве. Вот я не знаю, какая из них вам, Галина, больше приглянулась, когда вот вы их разглядывали, знакомились с ними? Ох, мне вот понравилась та вот с синей шапочке, которая, как я сказала, она на бастинду похожа, да, но добрая. Потому что она вроде как улыбается, но на такое сравнение меня натолкнуло вот этот вот ее наряд. То есть это бастинда, да? Шапочка с колпачком, да. Метла. Ну, это первая ассоциация, которая возникла. Но сейчас, разглядывая ее поближе, все-таки я вижу, что нет. А кто это? Вот как ее можно назвать? Это, я думаю, что это добрая волшебница, которая вот здесь вот у нее в корзинке ниточки, ниточки, иголочки. Вот тут даже сантиметр есть. Она любит шить, тоже творить. Вот тут мулине, видимо, тоже как вышивать. В общем-то, у нее тяга к рукоделию. К рукоделию. Да. Так что я думаю, что это какой-то добрый, позитивный персонаж. Метла, она не соответствует тому образу, который... Ваш, да? Да, я ей создала, я ее наделила качествами, которым метла, это все-таки с другой. С чем метла связывается? С чем? Да. Ну, для меня метла – это вот как ступа с бабой егой, да, идет, придется. Это про что-то волшебное такое. Да, это вот из сказок что-то такое. Ну, я чуть-чуть успокоенно об этой метле сейчас подумала, потому что вы говорили изначально, что это все-таки добрая волшебница. Да, и, наверное, метло, раз она у нее есть, она знает, как ей пользоваться при случае. Кто тебя привел? Как бы она могла ответить? С нами ведущая телеканала «Самара ГИС». И когда рядом с нами ведущая телеканала, да, «Самара ГИС», то знаешь ли ты, бабушка, что бы ты хотела пожелать этой самой ведущей на следующий Новый год, да, чтобы, ну, действительно, может быть, ты как волшебная бабушка могла исполнить какие-то ее желания. Что бы это было с твоей точки зрения, бабушка? Наверное, развиваться, творить, достигать новые вершины и не останавливаться на достигнутом. Да, замечательно. И если бы ты ей сделала какой-нибудь свой волшебный подарок, да, такой символический, может быть, даже образный, что бы это было, бабушка? Там у нее очень много всего, да, и там действительно очень много связанного с рукоделиями, с нитками, с чем-то очень домашним, уютным. Обычно ее выбирают те люди, которые действительно любят домашний уют. Вот. Если бы была возможность мне подсказывать этой бабушке маленечко, да, то, наверное, я предложила бы выбрать, вот, и подарить как раз что-то, что подарила бы вам возможность быть дома, чувствовать уют и проживать его каждый день. Вот. Потому что эту куклу выбирают те, кто это ценит, кому это важно в своей внутренней жизни. И вот таким образом, Галина, как раз работают терапевтические куклы, когда мы можем немножечко, да, что-то вынести вовне, посмотреть, а что-то свое мы можем прожить только через что-то, вот это внешнее, объектное, да, это может быть действительно терапевтическая кукла, это может быть какая-то поделка, которую делает ребенок, да, или взрослый что-то там начертил, потом пришел, говорит, вот что-то важное, не могу понять, что, да, каракуля, жалко выкинуть. Вот. Это что-то, что мы можем вынести вовне, дистанцироваться от, да, и были периоды, когда развивались техники, например, работы со страхами в арт-терапии, и предлагалось действительно лепить, рисовать свой страх. Как только мы это сделали, мы начинаем видеть что-то свое, но со стороны. Оно нас меньше пугает, оно нам меньше доставляет каких-то внутренних переживаний, оно становится нам подконтрольным. Вот. И обычно терапевтические куклы никогда не забываются, и, может быть, пройдет год, вы вспомните эту волшебную бабушку свою, да, и подумаете, а как он прошел, да, а было ли в нем что-то, да, что действительно позволило соединить это и-и. И это очень здорово. И мы так устроены, как люди. То есть мы не можем про себя что-то проживать, да, нам все время нужно как-то вот какого-то такого волшебного помощника, который что-то нам помогает увидеть, прожить, прочувствовать. Вот. И вы уникальную куклу выбрали сегодня. Да, Елена Александровна, спасибо большое за интересную беседу. Я думаю, что у нас прекрасный предновогодний разговор получился. В гостях у нас сегодня была психолог Елена Зоткина. Всего доброго, до новых встреч и с наступающим Новым годом! Субтитры подогнал «Симон»!